друзья всем привет меня зовут наталья белова и сегодня я хочу нарисовать еще один зимний пейзаж наверное последний в этом сезоне я так думаю что я уже нарисовалась зиму и хочется что-нибудь уже более яркого хотя и зимние пейзажи я стараюсь рисовать как вы уже заметили яркие достаточно такие насыщенные и вот как раз еще один с такой золотистой рекой с ярким насыщенным закатом рисую сегодня я на холсте акриловыми красками и начиная конечно же с разметки композиции то есть намечаю линию горизонта как правило ее рисуют либо выше либо ниже середины листа и определяю местоположение речки это самое главное в данной картине и саму речку я залила и в и небо я залила одним и тем же цветом это охра оранжевый и немного белил и вот такой получился яркий цвет далее оставшиеся места я заливаю голубой красочкой тут у нас будет снег поэтому голубая под ложечка нам нужно и этим же цветом покрывая верхнюю часть неба чуть-чуть добавила побольше белил и и свободными мазками плоской широкой кисточкой заливаю одну одну третью часть неба сверху маски укладываю поплотнее и ближе к центру более прозрачно тогда получается такой более мягкий переход кисть при этом у меня сухая воды я не беру красочка в чистом виде этим же цветом я прохожусь по нижней части картины то есть я сейчас уплотняю цвет да то есть у меня второй слой я прорабатываю снег то есть где-то даже я еще добавил побольше белил то что ближе к переднему плану высветляю еще побольше выравниваю линию горизонта и сейчас буду приступать к заднему плану оранжевую часть неба тоже уплотняю свободными мазками таким же оранжевым цветом и еще раз прохожусь по всей реке тоже второй слой красочки наношу возвращаюсь к небу и рисую самое светлое место там где у нас солнышко для этого я взяла белила и делаю плавные переходы то есть центр у меня самый-самый белый и потом красочку растушевываю по кругу круговыми движениями и вот теперь приступаю к заднему плану рисую лес на линии горизонта голубым цветом я рисую плоской синтетической кисточкой можно также это делать и щетиной просто примакиваю вверх-вниз чтобы лес был такой неровный где-то деревья побольше где-то поменьше расположил я его посередине до самых краев не стала делать потому что там будут елочки также сразу наметила стволы елок справа и слева 1 у нас будет подальше другая поближе к нам то есть одна на дальнем плане а вторая уже на среднем плане сейчас я смешиваю другой оттенок синего цвета то есть это будет у меня ультрамарин и белая краска белил чуть побольше и я делаю крону крону деревьев которые у меня будут начинаться там где заканчивается голубой цвет неба то есть я формирую такие шапки округлые где будут у меня находиться ветки деревьев потом конечно можно было бы сразу нарисовать направляющие ветки и стволы до чтобы было это вам удобнее визуально понимать где будут располагаться деревья ну я вот так почему-то сделала просто взяла круглую кисточку щетину ей удобно делать округлые такие кроны деревьев и также рисую еще ряд таких же деревьев вдалеке на заднем плане это до этого у меня возможно был там еловый лес а сейчас вот такие вот деревья другие и сразу же наношу свет то есть в эту же краску я добавила побольше белил и этой же кисточкой прохожусь по верхушечкам веточки у нас в инии да то есть все замерзло такой снежок наношу на все деревья просто примакивающими движениями здесь главное чтобы кисть опять же была сухая без воды только в красочку макаем этим же цветом разбеленным голубым еще раз прохожусь по нижней части как бы вытирая остатки краски и теперь приступаю к елочкам для них я намешала зеленый темный зеленый цвет то есть я добавила в зеленый синий ультрамарин и немного черного так как это вечер поэтому нам нужно все затемнять и рисую я плоской синтетической кисточкой сначала намечаю направляющие ветки вправо и влево и затем прорисовываю их как бы добавляем объема и имитацию вот этих вот иголок маленькими штриховательными движениями и вторая елочка тоже самое вот они направляющие ветки в разные стороны и от каждой веточки вниз штрихи в самом низу штрихи расходятся прям по всему низу вы можете взять более тонкую кисточку чтобы проработать более детально то есть елочки мы можем рисовать разными способами можно рисовать как бы общую форму либо вот прорисовывать более детально более изящно то есть тут кому как нравится способов много мы рисовали и щетинкой елочки и тоненькой кисточкой вот сейчас плоская синтетика тоже очень хорошо работает ее можно поворачивать и рисовать разной плоскостью вот такие елочки получились теперь я взяла голубую красочку еще более светлую над светлее на тон чем был предыдущий слой и намечаю те места где будут сугробы также корректирую форму речки не захотелось ее немного видоизменить подправить и прям поверх оранжевого прохожусь голубым этим же цветом наношу снег на елочки такими же движениями как рисовал саму елочку сначала вдоль веточек потом штриховательными движениями по всей елочке сначала я положила голубой цвет потом добавила еще побольше белил и высветляю самые яркие места туда где еще попадает солнышко теперь нужно проработать речку тут я наношу третий слой плоской широкой синтетикой более оранжевой краской тут я в оранжевую добавила немного коричневого и прошлась по всей речке но не полностью залила оставила просветы предыдущего слоя там где границы берегов подчеркнула более четко более коричневым цветом и сейчас прорабатываю веточки дальних деревьев для этого я взяла тонкую кисточку черную краску развела ее жидко с водой и намечаю тоненько тоненько веточки деревьев оттенка веточки 10 с правой стороны около елочки рисую стройное деревце поближе к нам то есть она на среднем плане появляется той же тонкой кисточкой изящный тоненький ствол с веточками и еще дополнительно стволы там где нам нужно где-то выходит за пределы картины дерева где-то вот здесь рядом какая-то поросль появляется и конечно же на дальнем плане у нас лесок там тоже можно проработать прописать стволы но очень тоненько не забываю о том что это задний план возвращаемся к нашим деревьям добавляя побольше белого по верхушкам веточек по самым самым верхушкам делаем снег чуть ярче щетинка белая краска без воды и снова приступаем к проработке снега белой красочкой обозначаю выступающей части там где сугробы и плавно растушевываю чтобы не было резкой линии между голубым цветом и белым так прохожусь по всей поверхности земли также нужно обозначить тени тут я взяла ультрамарин немного добавила белого добавила белого и прохожусь там где у нас тень под елочками под сугробами тоже все растушевываю чтобы резких линий между цветами не образовывалось где нужно усиливаю где нужно усиливаю добавляя еще более темного цвета я к ультрамаринчику добавила немного зеленого и обозначила более явную тень от елок сейчас я беру белый цвет в чистом виде усиливаю свечение солнца но не забываю растушевывать делаю я это прям пальчиком чтобы получить более мягкие переходы также накидываю снега и льда на речку и снова возвращаюсь к снегу тут я подмешала к белилам немного оранжевого капельку чтобы придать снегу как раз тот оттенок заката который у нас изображен на картине в небе чтобы завязать небо верхнюю часть и нижнюю часть картины чтобы это смотрелось единым целым и снег у нас получается таким светящимся теплым красивым вот картина почти закончена но тут можно еще добавлять и прорабатывать мелкие детали чем я в общем то и займусь более четко нужно проработать вот эти вот сугробы которые нависают над рекой снег я укладываю на них по форме не прямо а немножечко под наклоном плавными линиями и тут я беру тонкую кисточку и начинаю прописывать более тонкие какие-то детали подчеркиваю береговую линию прорисовываю лед который на речке лежит то есть его тоже нужно подчеркнуть с нижней части чтобы он лежал на поверхности земли или реки подчеркнуть более темным и цвет льдинок тоже имеет несколько оттенков поэтому я также их рисую и голубым и белым и добавляю немножечко вот этого золотистого оттенка а под льдинками подчеркиваю более коричневым таким цветом так же как и берега обвожу по краю внутреннему тоненькими коричневыми темными даже с добавлением где-то синего цветом ну и еще еще работаю со снегом чтобы улучшить также можно показать фактуру снега тогда я кисточку кисточкой краску не растушевываю а кладу такими мазками вот как раз под елочкой вы видите я рисую снег мазками и даже как бы слегка вбиваю краску кисточкой вот и поверхности сугробов на этих склонах сейчас я меняю кисточку снова беру тонкую и черной жидкой краской рисую еще небольшое деревце которое склонилось над речкой несколько веточек добавляю и такие же тоненькие веточки рисую под елочкой это будут кустики и на переднем плане тоже посажу маленький кустик и сейчас я меняю кисточку беру плоскую синтетику и золотую краску буду рисовать отражение солнца в воде я делаю вертикальные мазки стараюсь их размещать прямо под солнышком кисточку кисточку у меня сухая без воды беру чистую краску и делаю вот такие вертикальные линии также этого же золото добавляю немного в небо чтобы объединить верхнюю часть и нижнюю часть картины и конечно же на снег на самые выпуклые части сугробов на склонах возле реки тоже этот же цвет присутствует картина почти готова осталось положить снежка на кустики которые мы нарисовали на переднем плане и немного добавить снега на елочке тоненькой кисточкой без воды белой густой красочкой вот такая зимняя картина у меня получилась очень мне нравится цветовое сочетание применение золотого акрила тоже мне понравилось пробуйте друзья мои экспериментируйте показывайте если хотите что у вас получилось присылайте свои работы мне в соц сетях ссылки как всегда я оставлю в описании под видеороликом добавляйтесь в друзья ставьте лайки и как всегда до новых творческих встреч пока 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 не